Всем привет, на связи Newton Академия. На официальном сайте Ableton Live существует раздел, посвященный загадочному файлу option.txt, который вносит в привычный функционал программы несколько новых опций. Мы подготовили для вас серию видео, в которых рассмотрим, так сказать, процесс установки и несколько самих скрытых функций. Приступим! Для начала давайте разберемся с директорией, где должен находиться этот файл. На экране вы видите пути к папкам для Windows и Mac, и так как я использую систему Mac, дальнейшие манипуляции я буду показывать именно в ней, но почти уверен, что для Windows необходимо будет сделать примерно то же самое. Сама папка library в вышеуказанной директории является скрытой, поэтому сперва необходимо будет отобразить скрытые файлы и папки. У меня стоит система macOS версии 10.11, elcapitan, поэтому мне для этого необходимо будет ввести команду в терминале. В более новых версиях macOS вроде как есть отдельная комбинация клавиш для этой команды, так что уточните этот момент. После того, как терминал обработал команду, нам необходимо запустить диспетчер запущенных приложений с сочетанием Command-Alt-Escape, выбрать списки Finder и нажать перезапустить. Теперь мы можем перейти в нужную нам папку, куда и сохраним наш файл. Самое время создать его. Для этого используем встроенный редактор TextEdit. В него мы и будем прописывать команды, которые откроют нам доступ к скрытым функциям. Хочу обратить внимание вот на какой момент. По умолчанию редактор сохраняет все написанное в файле в виде форматированного текста с расширением конечного файла .rtf, который не воспринимается облитон. Поэтому вот что нужно сделать. В верхнем меню выбрать пункт «Формат», а затем нажать «Конвертировать в простой текст». В этом случае расширение конечного файла изменится на .txt, что нам и требуется. Сегодня я покажу вам одну функцию, которая позволит видеть те плагины, которые загружены на вашей дорожке. Функция носит название «Show Device Slots». В файле option.txt необходимо прописать ее следующим образом. Дефис и дальше без пробелов слитно каждое слово с заглавной буквы «Show Device Slots». Сохраняем файл и открываем облитон. Как мы видим, в нижней правой части экрана режима сессии к нам добавилась еще одна кнопка. При ее нажатии, собственно, нам и будут отображаться слоты, в которых у нас загружены плагины и девайсы. Давайте я ее отключу и повешу несколько разных плагинов на эти дорожки. Теперь включим отображение. И вот тут как раз таки проявляется баг этой функции. Возможно, именно из-за него эта функция не была добавлена в финальный релиз программы. Мы видим кнопку девайса, но мы не видим его название. Но если подвести курсор к шапке трека и немного изменить его ширину, название появляется. И, к сожалению, так происходит каждый раз и при добавлении очередного плагина нужно будет снова менять ширину трека. С другой стороны, с этой панели я могу выделять плагин и сразу переходить к его настройке, отключать их, а также я могу скопировать плагин на другой канал, выделив его и зажав клавишу «Alt» просто перетащить на нужный мне канал. Не рекомендую пытаться скопировать девайсы шоткатами «Command C», «Command V», так как скорее всего это приведет к вылету из программы. Отмечу, что эти скрытые функции доступны начиная с версии Ableton Live 8. И в конечном итоге только вам решать, использовать их или нет. В следующих видео мы рассмотрим другие скрытые функции Ableton Live. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Newton Academy и до встречи в следующем видео.